Добро пожаловаться! Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». И я напомню, что есть возможность позвонить нам в прямой эфир. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И также написать. Написать нам на номер WhatsApp'а 2-3-0-6-1-9-1. На ваши вопросы отвечает председатель кооператива «Бака-2» и председатель Центра консультаций собственников квартир Сергей Сидорко, который чуть-чуть, буквально задерживается, но через минуту-другую должен присоединиться. И бывший руководитель Ригас-Намопарвадникс Айверс Гонтарев, который с нами на связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А, уже и Сергей Сидорко у нас тоже на связи. Ну, собственно говоря, телефоны я озвучил, средства, возможности тоже. Ну, вот одна, буквально в пятницу, в середине дня, в полдень у нас на радио был мэр Мартин Штакис. И вот тоже много вопросов перекликалось с программой «Добро пожаловаться». Я, в принципе, озвучивал, наверное, самые такие актуальные темы. И вот одна из тех тем, которые очень сильно волновали Рижан, это всё-таки возможный снос остеклённых лоджий. И они спрашивали, будет ли это, каким решаться кнутом или пряником, каким способом. Ну, и вот, может быть, возвращаясь к этой теме, можем ли мы вот... Ну, господин Штакис сказал, что да, всё-таки будут стараться сделать это всё цивилизованно, централизованно. Но вот в чём самая главная проблема, если говорить о том, что остекление лоджий происходило вот в 90-е массово, и до сих пор вот как-то это не приведено к... не легализованы эти лоджии. Ну, в чём проблема? В том, что, во-первых, сейчас невозможно установить, кто и когда и по каким документам стеклил лоджий. Если вы говорите о 90-х до 2000-го года, достаточно было обратиться в местную дирекцию. И там получить. Эти документы уже пропали навсегда. Теперь вот как они будут наводить порядок? Это очень трудно. Вопрос сложный, потому что... Видимо, не обойдётся без репрессий. Я скажу так. На самом деле я бы советовал всем собственникам квартир, сейчас подразумевая, что такое всё-таки случится, всё-таки договориться с управляющей компанией, и чтобы на сегодняшний день заказали проекты остекления лоджий, в которых было бы максимально учтено существующее положение дела. Никто не сказал, что должны быть все лоджии застеклены одним рисунком. Должен быть проект, в котором архитектор предусмотрит возможные варианты застекления. Делайте проекты, чтобы избежать репрессий. Вот и всё. Другого ничего не придумаешь. Ещё один, конечно, был очень большой вопрос, который всех волновал. Это тема предстоящей зимы и отопления. Насколько здесь накопившиеся долги, они могут привести к какой-то ситуации, когда какие-то дома не будут подключаться к отоплению? Вообще может ли такое быть? И что делать с этими долгами? Такое было. Это не новость. Такое уже было. Это было в 2000-х годах, где-то в 80-й год, когда дома не подключали к отоплению. Полностью весь отопительный сезон некоторые дома прозябали. Ничего ты не сделаешь. Здесь должна управляющая компания. Но я думаю, что, скорее всего, это проблема одной компании. Это проблема РНП. На мой взгляд. Я, по крайней мере, ни от своих коллег по кооперативам, ни от других коллег в частных компаниях не слышал, что у них такая проблема существует. У нас, между тем, звонок. Я напомню, 6-7-212-93-9. Прямой телефон студии. Здравствуйте. Добрый день. Будьте так любезны, скажите, вот у нас лоджи остеклены, но мы в 90-х годах заказывали проект в архитектурном, я уже не помню, управлении, что ли. Это действительно будет это разрешение или нет? Или надо заново там что-то сделать? А у вас этот проект есть? Конечно. Если на нем есть разрешающие печати того времени, ну, вы можете поспорить. Надо, конечно, съявить с нами, потому что сейчас признаются проекты, которые были согласованы в БУВАЛД и утверждены. Но БУВАЛД и саму с 1 сентября тоже ликвидировали. Так что там еще... Но я бы, на самом деле, эти документы хранил при себе. Вы все сделали официально и в соответствии с законодательствами того времени. Какие вам претензии? Ну да, спасибо большое. Спасибо. Ну, то есть, не может быть такого, что вдруг закон будет иметь обратную силу, то, что считалось легальным в то время, вдруг перестанет быть сейчас. Я бы сказал так, будем надеяться, что не будет обратной силы. У нас чудеса всякие. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Мы готовы принимать ваши звонки. Программа «Добро пожаловаться». И также пишите нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-9-1. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Кто устроил кормушку-ловушку, сделав телефон РНП 8900 платным, с автоответчиком. Составлена программа автоответчика так, что в течение часа невозможно соединиться с клиентом. Это что? Избавиться от жителей и не решать проблемы на насущные вопросы жителей Риги. Здесь явно идут денежные откаты. Нужно аннулировать эту пирамиду и сделать бесплатный телефон 8900, так как платить бешеные деньги ни за что несправедливо. Извините, спасибо. Спасибо. Кто может прокомментировать? Я, наверное, могу. Он давно существует, этот платный номер. Наверное, образ, каким образом компания может лимитировать высказывания или переговоров. Но то, что нечестно, конечно, если деньги взимаются в тот момент, пока идет линия на ожидании. Это, наверное, нечестно. Потому что основном, когда вот тоже проходил госконтроль и сама идеология госконтроля была такая, что РНП не вправе выставлять какие-то либо счета или издержки на всех жителей, которым пользуется только часть. То есть, если часть клиентов пользуется только в какой-то платной линии для того, чтобы что-то узнать или что-то сказать, тогда все остальные за это не должны платить. Наверное, как вот отражение тех установок от госконтроля. Я бы сказал так, что госконтроль это так себе аргумент. Подождите, подождите, подождите. Сейчас, одну секунду. Подождите, пожалуйста, или мы вас выключим. Сейчас вот договорит Сергей Сидорко, тогда мы вас выведем. Я думаю, что ссылка на госконтроль так себе, потому что на самом деле я приведу туда, почему сантехника заплату по любым случаям не посылает. Я не пользуюсь им. Ну, тогда давайте сантехника тоже заплату. На самом деле, я скажу так, это способ ограничить коммуникацию с клиентом. Это просто такая манера, не очень хорошая, ограничить коммуникацию с клиентом. Ну, позвонит какой-то разъявленный клиент, будет дожидаться соединения. Пока дождется, заплатит энное количество евро. Ну, больше он звонить не будет. Это ненормальная практика. Я считаю, что это ненормальная практика. Управляющий должен быть в плане коммуникации доступным в любое время. Спасибо. Да, пожалуйста, доброе утро. Да, вот, доброе утро. Вот я говорю, это Ригас нам упарвалник. Уже предполагают, что они обслуживают дома, да. Но дело в том, что вот нет ни сантехников. Там по любому вопросу ищите частную фирму, да. Так может, не надо собирать деньги на текущий ремонт, а просто иметь сантехников, который придет, которому напрямую заплатишь и что-то сделает. А то такая волокита бесконечная. А второй вопрос у меня вот такой. Вот паркуются машины на газонах, да. Ну, газоны ж не просто так сделаны. Их могли бы там не делать, что-то другое. Но там под газоном что? Под газоном там канализация вся эта идет, да. Вот запарковались машины, парковались, парковались, выбили канаву. Она над этими всеми конструкциями, да. Водоканава там и все, тут он в циклы. Теперь лужи, машины дальше сдвинулись. Они в луже уже не могут останавливаться. Они дальше взяли территорию. Но там же коммуникации под низом. И вот эти лужи, над этими коммуникациями, так они больше и быстрее сржавеют, и сгниют, и все провалится, рухнет. Это какое-то безобразие такое творится. А где это такое у вас? У меня давайте... А где у вас это? Я думаю, сантехников, что не посылайте, ищите сами мастеров. Мастера считают, что они тут делают все бесплатно. У нас на дом-то деньги собираются на текущий ремонт, да? Ладно, все, спасибо. Плохое управление. Так и... Понятно. Но я отвечу. Есть два вида ремонтных работ. В зоне ответственности копии бы, или общности собственников квартиры, это общие коммуникации. У них есть четкие границы. И есть ремонт, который находится в зоне ответственности собственника квартиры. Это тоже... Граница очень простая. Там, где можно отключить вас от общей коммуникации, там начинается с того места ваша личная ответственность. Как правило, управляющие компании в зоне личной ответственности ничего не делают. Потому что, на самом деле, ни бюджетом, ничем это не предусмотрено. Мы отвечаем за стояки, за проводку общую, за наружные конструкции и так далее. То есть то, что является общей собственностью. Поэтому в данном случае зачастую еще бывает так, что заходишь в квартиру, а там состояние либо такое, что там боязно прикоснуться к чему-то, либо наоборот, боязно прикоснуться, потому что настолько сложно, и, допустим, та же сантехника стоит, что у рядового сантехника может не хватить и квалификации ее ремонтировать. Поэтому стандартный ответ такой. Зона ответственности, домоуправления, СТИ и прочие элементы, которые относятся к общей собственности, да, вы там вправе требовать, чтобы был ремонт. Пришел специалист, отремонтировал эту часть коммуникации. Если это ваша зона ответственности, ну, вполне справедлив ответ, что ребята ищите сами. Потому что еще бывает и так, что расценки не устраивает. А по газонам все очень просто. На газонах стоять нельзя. Категорически. Поэтому, если вы видите, что кто-то стоит на газонах, вызывайте полицию, самоуправление, они с большим удовольствием отучат любителей стоять на газонах. Ну, а если вдруг возникают действительно такие сложные вопросы, когда места для парковок не хватает, и вот что тогда жильцам нужно делать? Может быть... Что делать? Соблюдать правила дорожного движения? Жесткий ответ. Ребята, ну, есть правила дорожного движения. Есть места, где разрешено парковаться, есть и нет. Если тебе негде поставить здесь, ищи место, где можно законно поставить там. Я понимаю неудобства и жесткость ответа. Но другого, наверное, бывает. Можно установить знаки, чтобы во дворе вот именно конкретного дома только ставили жильцы конкретного дома. Это раз. Можно выстроить, если позволяет конфигурация земли и территории. Можно облагородить это место и поставить ту же самую эко-брусчатку, да, и получить некоторых новых мест. Но без знаков, которые определяют, наверное, кто из всего квартала там может ставить машину, не обойдется. Так что, ну, один из вариантов, это сейчас очень много и интенсивно жители пользуются, потому что они, когда приезжают домой, там, те же самые профессии, которые работают там допоздна или возвращаются рано утром, да, дежурные, всякого рода дежурные, тогда им нужно гарантированное место. Это единственный вариант, как себе что-то гарантировать. У нас... А, здесь нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос по поводу предстоящего отопительного сезона. Когда будет решен со счетчиками индивидуальными в квартирах? Именно с помощью этого, я так думаю, можно экономить тепло, потому что во многих квартирах внутренних идет переток. То есть, как бы можно было бы закрыть батарею и экономить. Вот. И второй вопрос, как с этим обстоит в Европе, там, ну, с центральным отоплением многоквартирных домах? Там же, я так понимаю, давно счетчики стоят везде. Такое хотелось бы услышать ответ. Спасибо. Ну, во-первых, давайте договоримся сразу, что сами по себе счетчики ничего не экономят, они просто отражают реальное потребление, но вы абсолютно правы. В том, в той части, если установить регулирующую аппаратуру на радиатор, то в значительной степени можно изменить тепловые потоки в доме, обеспечить равномерное распределение тепла, и за счет этого уже это подтверждено по статистике сэкономить порядка до 20%. Тепла в общем на доме, а многие квартиры выигрывают значительно больше. Поэтому это необходимо делать, решение за домом, дом должен 51% голосов принять решение, разработать проект такой модернизации системы отопления, и потом ее вне. Заменить радиаторы по мере необходимости, правильно их включить, единообразно, и установить аллокады. Все это предусмотрено сегодня, на сегодняшний день это предусмотрено, все возможности. Есть вопрос за вами, вы сами должны решить этот вопрос голосованием. Ну, а как в Европе, ну, во-первых, и на сегодняшний день не в Латвии уже нормативами запрещено приступать к реновации дома без модернизации системы отопления, таким образом, мы с вами обсуждаем. А в Европе во многих странах просто запрещено эксплуатация системы отопления без наличия таких приборов. Все, понятно, спасибо. Спасибо. Еще один звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ольга. У нас в доме сложилась такая интересная ситуация. Вот, ну, люди, некоторые, мы считаем, что воруют воду. И вот как быть? У нас многоквартирный дом, 15 подъездов. В одной из квартир живет женщина, которая вот всю зиму находится в этой квартире. Ну, живет, мы ее видим, и все. На лето она, да, она выезжает на дачу и живет там. Все время показания по нулям. Показания она сдает. Мы ходили проверять счетчики. Счетчики работают, крутятся там. короче говоря, а показания все время по нулям. Как с ней быть? Она нас, вот когда мы к ней, значит, изом проверять, она долго не открывает дверь, копошится, заставляет нас ждать буквально по минут 15. Потом открывает очень недовольно. Вот. И показания у нее все время по нулям. Такого же не может быть. Вот. И как на нее воздействовать? Она сдает показания. И на счетчиках у нее нули. А показания все время нулевые, да. Что делать с такими людьми? Как воздействовать? Есть уникумы, у которых это и соответствует правде. Есть такие уникумы, с такими я встречался. А на самом деле, если у вас такие большие сомнения, наверное, надо проверить нет ли таких режимов подключения воды к квартире, когда счетчики не крутятся, а вода течет. Это первое. Второе, если у вас есть сомнения в том, что она ставит там какие-то магниты или что-то подобное. Ну, если вы поговорите со специалистами по установке счетчиков, то вам могут предложить решение, как этого предотвратить. у нее старого образца счетчики. Ну, не важно, вы хотите проверить человека, вы можете на дом купить один комплект счетчиков, которые будут действительно магнитозащищенные, они со специальным металлическим таким здоровым кожухом продаются. и в этом случае вы можете установить это на контрольное время и посмотреть, что после этого через 2-3 месяца будет. Будут другие показания, вы сможете предъявить ей претенции. Не будет, значит, может быть, человек таким образом как-то исхитряется. Я не знаю, как это возможно, но у меня одна квартира такая была в моей практике. Показания были там 0,1 куба за 3-4 месяца. То есть у нас договор с одной фирмой, которая нам устанавливает новые счетчики. Многие квартиры уже их установили. А у этой женщины срок годности старых кончается в 23-м году. Но если они проверены, то вы не можете предъявить претензии. Если у вас есть сомнения в счетчиках, то вы можете за свой счет их снять, отвезти и проверить еще раз. И если окажется, что они недействительные, то вы можете выставить счет ей. А если они действительные, если пойдут в метрологическую проверку, то вы должны будете это обсудить. Эти вопросы решаются, но что-то здесь не так. Ну, что-то здесь не так. Мы тоже не знаем, что делать с этой женщиной. А если мы снимем эти счетчики, нам обращаться женщину надо уважать и любить, скажем так. А вот что делать со счетчиками, это другой вопрос. Я вам сказал, что либо покупается, если у вас есть подозрение, что счетчики недействительные, значит, снять и проверить, если она откажется, вы говорите, что я за свой счет это сделаю, если она отказывается, у вас есть основания для подозрения. И второе, или устанавливать специальные счетчики, которые, не просто счетчики, про которые говорят, что они там магнитозащищенные, а есть такие специальные устройства, которые перетращают, ну, делать невозможно магнитное воздействие. Но это дополнительные устройства. Ну, вам спасибо. Спасибо. Да, но здесь непонятно, действительно, получается, можно ли, если отвозится счетчик, например, на проверку, установить, было ли на него внешнее воздействие, если она, например, ну, снимет эти магниты, отдаст его проверять? Ну, нет, это все фантазия. Нет, ничего вы не восстановите. Единственное, что можно сделать, снять счетчик, отвести на метрологию и проверить, она соответствует, ну, укладывается в допустимые погрешности или нет. Если укладывается, никаких претензий. Если вы хотите, в принципе, самих по себе магнитозащищенных счетчиков для квартир практически не существует. Так что, все эти разговоры, что там наш счетчик не подвергается магнитному воздействию, немножко фальш, потому что все счетчики работают как, ну, при помощи магнитного сцепления. Затермозить их можно, весь вопрос в мощности магнита. Но есть специальные кожуха, которые делают магнитные изолированные счетчики. Они стоят денег, они есть в продаже. постановите это, больше ничего вы не сможете сделать. Ну, то есть, вот в этой такой конфликтной ситуации, когда не пойман, не вор, почти вот, ну, за руку... А может быть, не вор, потому и не пойман. Вот я говорю, что есть люди очень специфические, я не хочу в это вдаваться. Но есть люди очень специфические, которые умеют обходиться почти без воды или без воды. Не знаю, я не буду ничего дальше. Ну, да. Здесь и так, и так возможно. Странная ситуация. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, мы продолжаем программу Добро пожаловаться, уже вот время бежит, и у нас осталось не так много времени для того, чтобы задать вопросы. 2-3-0-6-1-9-1, это возможность написать нам и отправиться на WhatsApp, я напоминаю и о такой возможности. И вот давайте сначала примем звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за ремонт полотенцесушителя? Вот у квартиры владельца потек пристыковке полотенцесушителя. Кто должен оплачивать за ремонт в квартире за то, чтобы ремонт полотенцесушителя? За счет дома или за счет квартиры владельца? Спасибо. Спасибо. Ну, полотенцесушитель сам по себе является составной частью стояка, и поэтому ремонт и замена полотенца-сушителя должна производиться за счет ремонтного фонда дома. По крайней мере, работы точно. Скажем так, но при этом весь вопрос в том, какой новый полотенцесушитель устанавливается. По сути дела, с точки зрения общего котла, надо устанавливать такой же, какой был. То есть это была грубая гнутая труба. Ну, такой же можно и установить, и это можно сделать за счет общих свет с дома. Если собственник квартиры хочет установить какой-то там никелированный, нержавеющий, еще какой-то полотенцесушитель, то, как правило, поступает так. Он покупает тот прибор, который ему нравится. Главное, чтобы он по диаметрам соответствовал требованиям данной системы, а бесплатно меняется этот прибор. Ну, и соединение. Если там какие-то дефекты есть, то тоже это ремонтируется за счет общих свет с домом. Такое вещание. Слушательница прислала, я понимаю, тут какой-то, ну, даже не скриншот, а снимок статьи о том, что, ну, вот по поводу дома, где самая низкая плата за отопление среди домов в 119-й серии зептной аккаунцев. Холодные месяцы не превышала она 0,89 евроцентов с квадратного метра, хотя соседние дома платили там больше евро. И вот как удалось достичь экономии, она пишет, что, ну, в этой статье пишется, что жители имели свободный доступ к подвалам и чердакам, могли нанимать сомнительные компании до 2015 года, отключать стояки, бесконтрольно устанавливать в доме батареи несоответствующего размера, и в результате нагрузка на отопительную систему дома возросла. Но мы поставили новый циркулярный насос на отопление, и благодаря увеличению скорости потока дельта-Т у нас снизилось до 7-8 градусов, уменьшились и счета за отопление. Вот она спрашивает, я так понимаю, речь идет, сейчас прочитаю, дальше она пишет уже. Вот говорилось в прошлой программе, что насос не влияет на цену отопления, но в статье пишут, что, дескать, это было обосновано. Ну, начнем с того, чтобы 89 центов за отопление, это не низкая цена. У меня в эксплуатации есть дома, где сведения стоимости отопления в зимний период составляют 25-30 центов с квадратным метром. В новостройках тоже примерно такая же цена, так что гордиться достигнутым результатом не стоит. Я бы сказал так, это еще не результат. А во-вторых, никто не говорил, что отдельно взятые мероприятия ничего не дают. Ну да, возможно, где-то был циркуляционный насос недостаточный, но что-то он пробил. Но кардинального решения этого нет. Если бы вы наставили своих стояков, своих батарей, никогда вы не добьетесь равномерного распределения тепла. Ни один насос вас не спасет. Потому что жидкость, она такая штука, которая будет идти там, где легче. То есть вы сейчас, поставив более мощный поток, усилили оборот на тех стояках, где меньше всего было сопротивления, где и до того было все хорошо. А там, где было плохо, ничего там особенно не улучшилось. Я не буду спорить там с этими статьями, с газетой спорить очень трудно. Это как с надписями иногда на заборе, извините. Одно и то же. У нас между тем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Анна звонит. Да. Господину Сидорка, я хочу задать вопрос насчет квартиры. Квартира неприватизированная. К какой группе я отношусь? К малообеспеченной или необеспеченной. Вот насчет квартиры. Алло. Да. Статус вашего имущественного, имущественный статус присуждается социальной службой. Так что здесь неважно, вы являетесь собственником квартиры или арендантом. Важно, какой у вас общий доход. У меня было с первого февраля, с первого февраля статус представлен как неимущество. У меня ничего больше нет, кроме как пенсии. Вот. А вот сейчас я получила эту справку социальной помощи. Тут уже малообеспеченная. А почему я малообеспеченная? Я к вас не выплачиваю. Анна, я извиняюсь, будьте добры, обратитесь к социальной службе. Я не смогу вам ничего сказать, потому что я ничего этого не понимаю. Это вопрос социальной службы, это не вопрос управления. Немножко не по адресу, да. Здравствуйте. Вот вы спрашивали адрес, где, где вот на теплосетями лужи стоят уже несколько лет. Это Грегора 4. Вот подъедьте, посмотрите. Баллонов сейчас подвезли. Больших, не от легковых машин. Ну, как сказать, полнейшее безобразие. Это что-то, надо порядок какой-то наводить вообще-то Рижской думе и мэру города. Всё, спасибо. У меня всё. Ну, хорошо. Адрес Грегора 4. То есть, в случае, если стоят на зелёной, на газоне, на зелёной части, нужно вызывать муниципальную полицию. Да, такое вот. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Это вас беспокоит от жильцов всего дома. Вот у меня такой вопрос. Это Курзомский район, домоуправление. Значит, у нас было всё время, мы сдавали счётчики на воду. И всегда по факту. Теперь, значит, у нас домоуправление берёт с нас, как бы, по норме. 4, нет, 3 куба, 0,4. Скажите, это закономерно, в смысле, это правомерно или как? Вот я фактически за три месяца переплатила 10 евро. Для чего мы ставим счётчики в квартиры и передаём эти данные каждый месяц? Может быть, есть норма и достаточно этого? Пожалуйста, ответьте. Тут большой вопрос у вашего дома. Я, как понимаю, по норме вам выставляют физиологическую норму на холодную воду. Это раз. Второе у меня вопрос. На вашем доме есть счётчик общий домовой или нет? Человек повесил трубку, к сожалению. А если нет общий домовой? Потому что я слушал, там нет счётчика. Именно из этого Рига Суденц выставляет дом по нормам. Потому что Рига Суденц раз здесь предупреждала РНП о том, что до какого-то определенного срока все дома должны быть обеспечены водными счётчиками и приведём в порядок эти все водные узлы. И, скорее всего, этот дом не приведём в порядок по каким-то обстоятельствам. Да, из-за этого вступила в силу эта норма, что Рига Суденц выставляет именно по нормам. Звонок. Здравствуйте. Они берут просто... Здравствуйте. Я поддерживаю предыдущую женщину, которая позвонила по поводу воды. Это, по-моему, никогда не кончится, это безобразие. Да, из Курзанского. В данном случае у нас на Дрелинию. Одинсканские сосны. Здесь передо мной газета. И то же самое всё время. И вокруг, и около, и ничего, никакого результата. Когда это кончится, не знаю, и кто этим займётся, и кто вообще этим занимается. Спасибо. Тут скорее реплика, чем вопрос. Там вопрос достаточно. Здесь, наверное, если схожая ситуация, тогда это же просто вы можете узнать, если у вас на Доме общий счётчик установлен или нет, да, и тогда что нужно для того, чтобы её установить. Дальше уже всё зависит от вашей активности, насколько вы быстро это сможете сделать, потому что узнать, в том числе, в Дом управления, в какой стадии они. Потому что бывают такие ситуации в практике, когда некуда его просто ставить. Из этого нужно специальное место оборудовать для того, чтобы установить этот счётчик. Потому что они просто так в своё время, там, все эти многие десятилетия не были установлены. Они не были установлены из-за какой-то причины, да, потому что этот вопрос очень долгий. Нужно выяснять ресурсы в РНП или в своей обслуживающей компании. Есть ещё один адрес, куда задать вопрос. Это Римическая Дума, которая диктует правила, которая устанавливает правила водоснабжения. И фактически сегодня Римическая Дума всех созывов утверждает одни и те же правила, по которым внутриквартальные сети фактически не принадлежат Рига Суденце. И постройка внутриквартальных сетей – это забота самих собственников квартир. Из-за этого это рождается проблема. С Рига Суденцем ни у кого такой проблемы нет. В своё время Рига Суденцем принял правило о том, что каждый дом должен быть обеспечен счётчиком, и всё это сделал. А здесь начинаются танцы с прясками, с бубном насчёт того, кто должен делать эти вводные узлы. Там есть технические проблемы и есть финансовые, достаточно серьёзные, ну, скажем так, для жителей. Потому что иногда нужно всё внутреннее развод. Ну, по одвальному разводу. Но суть вопроса в том, что, а почему, собственно, контора, которая делает бизнес на это, чтобы нам не говорили там о том, что это святое муниципальное предприятие, почему она не вкладывается в развитие своего бизнеса и не создаёт равные условия для своих клиентов? Это громадный вопрос. И почему внутриквартальные сети до сих пор не находятся на балансе Рига-Судыц? Почему она должна поставлять воду только до границы земельного участка? Ура! Представляете, у нас квартирный дом в 50 метрах от дома граница его земельного участка, вот там заканчивается их ответственность. Но оказывается, что за этими 50 метрами находится ещё 30 метров, которые принадлежат другому. Ну и пошла цепочка. Поэтому здесь в данном случае нужно обращать внимание также на наших властей. И второе, о чём я хотел бы сказать, сейчас очень активно в прессе говорится о том, что Рижская Дума устроила дискуссию по поводу новых правил вывоза мусора. Я призываю рижан всё-таки задавать свои вопросы. Знаете ли вы, что с Нового года вам у каждого дома необходимо разместить контейнер для гниющих отходов, минимальная частота вывоза которого один раз в месяц и минимальный объём 0,24 кубических метра. То есть если мы возьмём 60-квартирный дом, то чтобы заполнить этот контейнер, ну, нужно 40 лёдер. По четыре ведра с каждой квартирой нужно в месяц. Пищевых отходов, ребята, готовьтесь производить. Либо будем опять платить за вывоз пустых контейнеров. И потом у меня такой вопрос. А если такие условия, так что? Вот представляете пищевые отходы? Обрезки мяса, рыбы. Что там ещё у нас? Гниющие, да. И всё это летом стоит в течение месяца, пока заполнится контейнер. Ну, классно. Правила придуманы классно. И самое главное, что все правила обрешены так. Ни для тех, кто делает бизнес на этом, ни для тех, кто его организовывает. Ни для Вической Думы, ни для кого. Управляющий обязан разместить контейнеры, управляющий обязан обеспечить, управляющий два раза в год должен проводить кампании рекламные, чтобы мусор вывозили и так далее. Очень прекрасные правила готовятся. Ведь если пишут, управляющий обязан, не забывайте, что это сразу означает, собственник квартиры обязан заплатить за то, что обязан управляющий. Это такое предложение радиослушателю. Поучаствуйте в этой дискуссии. Ну, сейчас, кстати, вот мэр собирается встречаться с жителями в микрорайонах. И я понимаю, что да, можно как раз-таки спросить. Потому что эти вопросы тоже очень волновали, спрашивали. Но как-то вот конкретного тогда мы не получили ответа, к сожалению. Буквально осталось у нас две минуты до окончания программы. Есть ли вот желание у наших слушателей задать вопрос? Или я могу задать вопрос? Вот просто последнее, так сказать. Вы знаете, я тем временем зашел просто в кадастр, посмотрел, Грегор 4, там большая территория, земля принадлежит, смотрю, Юр, Юр, лицу. Так что в вашем случае нужно собираться, решать и договариваться. Там физические стоянки возможно разместить. То есть возможно разместить стоянку, да? То есть можно договориться с этим собственником? Нужно организовываться и собираться, и весь этот вопрос можно решить. Не тот случай, когда все плохо. А, кстати, вот если, например, вдруг, ну, многоквартирный дом, там большая зеленая зона, а жители считают, что нам не нужны такие вот большие газоны, а лучше было бы место для стоянки машин, потому что в каждом доме машина и некуда их поставить. Вот можно решить этот вопрос, например, ну, чтобы поменять, например, зеленую зону на асфальт? Ну, для того, чтобы это поменять... Здесь очень внимательно, потому что есть критерии. Это проект. Должен быть проект, утвержденный в Булвалде. Должен быть проект благоустройства, утвержденный в Булвалде. И там будет оцениваться не только ваша территория, но и окружающая сведая. И могут сказать так, что вообще на микрорайон зелени не хватает, поэтому вы не можете там ставить. Плюс к этому на автостоянке накладывается еще экологические требования по водосбору и так далее. Это может оказаться достаточно затратным делом. Ну, понятно. Но, в принципе, можно решить. Ну, то есть, если большинство жителей проголосует за то, что нужны все-таки дополнительные места для машин, чем там какие-то большие газоны, где, например, ну, ничего, просто вот трава растет, то... Понятно. Пытаться можно, но в делах закона. Ну, что же, у нас, я смотрю, все время вышло. Спасибо большое. Это была программа «Добро пожаловаться». Я напоминаю, что Айвер Гонтарев и Сергей Сидорг отвечали на ваши вопросы. В следующий понедельник продолжим их принимать. Обязательно присылайте, может быть, что-то заранее на номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Большое спасибо. Хорошего дня и до следующего понедельника. Айвер Гонтарев